Появилась идея собрать мобильный автономный DMR HotSpot, который можно будет установить в автомобиль для постоянного использования, подключить его к антенне на крыше и при этом, чтобы он имел достаточную мощность для обеспечения связи во время небольших вылазок в лес в радиусе нескольких километров от автомобиля. Для этого у меня есть вторая DMR радиостанция BioFeng DM1801 с открытой прошивкой OpenGD77, которую можно, подключив к компьютеру с программным обеспечением MMDVM, использовать в качестве симплексного DMR HotSpot. Raspberry Pi, третья версия с установленным образом PyStar. Для доступа в интернет мобильный USB модем с сим-картой. GPS-модуль для определения координат и последующей передачи в сеть APRS. LCD-экран для отображения необходимой информации. Пара понижающих DC-DC конвертеров напряжения для получения напряжения 5 и 8 вольт необходимых для питания радиостанции и компьютера. Также вентилятор для охлаждения радиостанции и Raspberry Pi. И небольшой свинцовый аккумулятор на 12 вольт для некоторой автономности. Задача все это соединить, настроить и поместить в компактный корпус. Приступим. Начну с подготовки радиостанции к непрерывной работе. Для этого разберу ее, уберу все лишнее, обновлю термоинтерфейс выходного каскада, возможно добавлю дополнительный радиатор. Продолжение следует... Продолжение следует... На удивление термопрокладки серого цвета, что по общепринятой цветовой классификации соответствует теплопроводности 5 ватт на милликельвин. И это примерно в 5 раз лучше, чем обычная КПТ-8, которую хотел поставить. Но в данной ситуации думаю, что оставлю термопрокладки. Также первым делом очищаю от остатков китайского плюса, так называемой калошей. Продолжение следует... Продолжение следует... Убираю... Убираю бесполезный теперь разъем антенны. Вместо него будет припаян кабель и нормальный разъем выведен на корпус. Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаем временно термопрокладки, чтобы не потерялись. И решено установить радиатор на шасси от радиостанции. И вот тут КПТ-8 подойдет очень хорошо в качестве термоинтерфейса между шасси и радиатором. Продолжение следует... 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 Также выведены кабеля с модема и с радиостанции на внешние антенны. Вентилятор управляется одновременно с микрокомпьютера программным путем и включается при повышении температуры процессора выше 60 градусов, отключается при понижении до 50 градусов. Для этого небольшой скрипт управляет GPIO выходом, который через MOSFET или по-русски MOB транзистор подает питание на вентилятор. Параллельно на радиатор радиостанции установлен терморезистор. Он погружен в термопасту и подключен к другому транзистору и подстроечным резистором выставлен порог открывания транзистора на напряжение, примерно соответствующее 60 градусам на радиаторе радиостанции. Проверим работоспособность. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проделаны технологические отверстия в ответной части корпуса. Экран. Вентиляция входное отверстие. Вентиляция выходное. СМА-разъем радиостанции. СМА-разъем для внешней антенны интернет-модема. Три отверстия для различных переключателей. И разъем подключения внешнего питания. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, все работает. Дальше только в поля проверять ходспот на полной мощности. Отличный осенний день. Чтобы установить ходспот в машину и провести первые полевые испытания. Обе антенны на крыше. Первая настроена на 440 МГц. И вторая для мобильного интернета поменьше. Ходспот в багажнике и запитан от бортовой сети автомобиля. Обе антенны подключены. И вот нашел сеть и подключился. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка работы ходспота через попугай со второй радиостанции. Прием. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка работы ходспота через попугай со второй радиостанции. Прием. Оставил машину в аэропорту и дальше поехал на велосипеде. Сейчас расстояние по прямой до автомобиля примерно чуть меньше 4 километров. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Связь есть. Минус 100 дБМ. Поедем дальше. Продолжение следует. Продолжение следует.